и получить результаты, понятные всем. Давайте познакомимся. Я Дмитрий Сидоров, начальник отдела интеграционного тестирования. Опыт в тестировании у меня более 14 лет. В РТК-АТ я работаю с 2019 года. До РТК-АТ 6,5 лет я работал в Сбере, также на международных проектах, таких как Лондонская фондовая биржа, Deutsche Bank, Millennium IT. Есть опыт ручного и автоматизированного функционального тестирования, нефункционального тестирования и тестирования качества данных. Я Дмитрий Клишин, главный специалист по нагрузочному тестированию. Опыт в нагрузке более 9 лет. В РТК-АТ 21 года. Опыт в тестировании более 9 лет. Люблю кодить на Яви и все автоматизировать. Немного о проекте. Проект называется программа Базис. Занимается развитием стека БСС и УСС систем. Реализуем сложные бизнес-процессы с большим количеством интеграций. У нас их более 60. Сложные продуктовые линейки. У нас сложный IT-ландшафт. Высокая связанность и жесткость компонентов внутри одной системы. Над проектом работает 11 команд разработки. Общей численностью более 250 человек. Работаем по Scaled Agile Framework. Спринт у нас длится 3 недели. О чем сегодня поговорим? Расскажем, как проводить нагрузочное тестирование на стенде, отличном от PRODA. Расскажем про нашу методику нагрузочного тестирования. Какие показатели собираем и как их анализируем. Подробно остановимся на нашей автоматизации нагрузочного тестирования. То есть какие инструменты автоматизации используем. С какими проблемами сталкиваемся и как их решаем. Подробно расскажем про протоколирование результатов НТ. И в конце подведем итоги. Что он стоит колоссальных денег. Поддержка такого стенда это очень ресурсоемкий процесс. При этом зачастую у нас так. Пользователи жалуются на отдельные показатели быстродействия по операциям. Заказчик как бы вот эту жалобу слышит. И поэтому для принятия решения о выводе релиза в промо он просит, чтобы перед принятием решения, чтобы были видеть результаты нагрузочного тестирования релиза. Соответственно, следующая проблема. Запустили регулярно НТ. Готовим протоколы. Заказчик смотрит и не понимает вообще, что там написано. Для него это китайская грамота. И приходится очень много времени тратить на разъяснение содержательной части протокола. Пройдя вот эти ступени, через какое-то время бизнес-заказчик понимает, что исправление дефектов нагрузки требует гораздо больше времени зачастую, чем исправление функциональных дефектов. Поэтому заказчик хочет заблаговременно до принятия решения о выводе и релизе в прод видеть результаты. Поэтому он просит понятный для него дашборд с результатами нагрузочного тестирования. Итак, как проводить нагрузочное тестирование на стенде, отличном от прод? Более подробно остановимся на методике нагрузочного тестирования. Сразу хочу сказать, что она базируется на пороговых и допустимых значениях. Мы со своей стороны сделали следующее. Мы на проводе настроили ключ Anstrom, чтобы снимать показатели быстродействия. Дальше провели серию запусков на тестовом стенде для того, чтобы спрогнозировать пороговые допустимые значения по показателям быстродействия. Дальше мы согласовали эти показатели с командой эксплуатации и с продуктовым офисом. Соответственно, проводя регрессионное нагрузочное тестирование, мы по факту сравниваем текущие показатели с предыдущими релизами. То есть, получается, мы сравниваем показатели текущего релиза с показателями предыдущего релиза и целевыми показателями. И вычисляем величину отклонения, которую впоследствии сравниваем с допустимыми и пороговыми значениями, от которых напрямую зависит критичность дефектам. Кроме этого, в ходе нагрузочного тестирования мы проводим поиск тяжеловесных запросов, обращая внимание на новые запросы в топе, на частое выполнение запросов, а также на запросы высокой стоимости. Кроме этого, мы анализируем результаты производительности после установки релиза на прот. То есть, мы проводим сравнение показателей с предыдущими релизами. Кроме этого, мы проводим оценку влияния, как наши полученные показатели производительности на тестовом стенде влияют на производительность прод. Тем самым, мы увеличиваем точность прогнозирования, как результаты, полученные на тестовом стенде, могут повлиять на показатели быстродействия прода. Так выглядит наш дашборд нагрузочного тестирования. Мы наш дашборд ведем в Jira. Сразу хочу сказать, что используем стандартные Jira виджеты. Все метрики подтягиваются на дашборд автоматически. Далее более подробно расскажу о каждом виджете. Первый виджет – это виджет дефекты. Соответственно, он показывает приоритет дефектов в разрезе команд. Мы здесь используем стандартный виджет, статистика по двухмерному фильтру. Наверное, все с ним знакомы. Все эти цифры кликабельные. То есть можно при нажатии провалиться в фильтр Jira. Данный виджет показывает статус прохождения нагрузочного тестирования. Мы нагрузку проводим в соответствии с профилем нагрузки. Профиль нагрузки у нас состоит из бизнес-операций, которые описываются вне функциональных требованиях, которые нам согласует продуктовый офис, команда эксплуатации. Каждая линейчатая диаграмма – это отдельная бизнес-операция. Соответственно, все линейчатые диаграммы как раз формируют профиль нагрузки. Данный виджет, он синтегрирован с Zephyr, это плагин Jira. Соответственно, статус прохождения подтягивается из Zephyr на этот виджет. Мы со своей стороны реализовали интеграцию между G-метром и Zephyr. Соответственно, по результатам выполнения скриптов нагрузки у нас автоматически из G-метра тянутся данные по показателям текущего релиза, по показателям предыдущего релиза, а также целевые показатели. И производится автоматический расчет величин отклонения между этими показателями. Они все записываются в соответствующие шаги тест-кейсов. Цветовая раскраска показывает статус прохождения. Соответственно, зеленый – это тестовые сценарии, пройденные без дефектов. Фиолетовый – это статус. Говорят о том, что сценарий пройден с замечанием. Соответственно, в шагах этого сценария есть дефекты низкого и среднего приоритета. Красный статус говорит о том, что сценарий провален. То есть в шагах тест-кейса есть… То есть они заблокированы, есть провалены. То есть у них есть критичный дефект. И синий статус говорит, что сценарий заблокированный. То есть в шагах сценария блокирующий дефект. Следующий виджет – это просто в другом разрезе мы данные собираем. То есть эта диаграмма показывает процентное распределение по статусам прохождения сценариев. И последний виджет – это виджет, который показывает бэклог по команде NT по релизу с приоритетом и статусом по задачам. Следующий раздел у нас – автоматизация нагрузочного тестирования. Дим, все слова. Автоматизация нагрузочного тестирования. Этапы тестирования. Мы выделили шесть этапов. Первый этап – это подготовка к тесту. Используем такие инструменты, как Jira, Clutch Enstrom, G-Meter. Запускаем тесты из TeamCity, генерим данные G-Meter, подаем нагрузку также с G-Meter, собираем метрики с G-Meter, мониторим ключ Enstrom, связкой G-Meter InfluctDB, Oracle Enterprise Manager и Asage Viewer. Шестой этап – это формирование отчета и хранение результатов. Храним результаты в Conflunity, Jira и Zephyr. Далее рассмотрим каждый этап более подробно. Первый этап – подготовка к тесту. Подготовка к тесту включает в себя анализ ситуации на проде, результат предыдущего теста, актуализация профиля и нарезка задач в Jira. На данном этапе мы используем такие инструменты, как Clutch Enstrom, Jira, G-Meter. Проблема, которую мы выделили на этом этапе – это соотнести результаты, полученные на тестовом контуре, с результатами мониторинга прода. И решение создания дашборда Clutch Enstrom по всем ключевым операциям пользователя, сгруппированных бизнес-кейсов, включенные в тестовый сценарий. То есть получается сравнивать сравнимое и на этом строить. Второй этап – запуск теста. Запускаем тест при помощи триггера из TeamCity. TeamCity – штатный инструмент РТК-Т. Проблема на данном этапе – это выбор времени запуска. То есть время, когда на стене установлена стабильная версия продукта. Ну и, собственно, решение как раз – это запуск ТРПТО в нагрузке по триггеру после успешного прогона функциональных автотестов. Следующий этап – это генерация данных. При генерации данных мы используем два подхода. Первый подход, который мы очень долго применяли, – это общая генерация один раз и формирование датапула при помощи SQL-скриптов перед каждым запуском теста. И второй подход – это генерация данных каждый раз перед тестом. Проблема, с которой мы здесь сталкивались время от времени – это риск потери согласованности данных. Почему это так? Потому что стендом пользуются многие команды, стенд довольно живой. И вот эта ситуация с несогласованностью данных происходила время от времени. И заставляла нас постоянно генерить опять эти общие большие объемы данных. Потом используют опять эти скрипты, формирование датапула и так далее. И такое решение мы тут пришли. В итоге мы генерим небольшой объем данных каждый раз перед тестом, как раз с G-метром. Так, следующий этап – это подача нагрузки. Инструмент подачи нагрузки у нас G-метр. Ранее мы использовали индекс танк с движком G-метр. Ну, главным образом из-за встроенного механизма автостопа. Ну, вот после все же вернулись на чистый G-метр с плагином для автостопа зафейльного теста. Тут также можно упомянуть, что мы рассматривали такие инструменты, как OutRunner Performance Center и Gatling. Ну, в основном по принципу наличия экспертизы в команде. Но в итоге все равно мы остались на G-метре. Вот только немножко попробовали Яндекс.Анк. Проблемы. Мы выделили здесь две проблемы. Это выбор способа управления нагрузкой в G-метре. Эта проблема обусловивается большим выбором подачи нагрузки на G-метре. И проблема с доступом на грузочные станции. Решение. Решение первой проблемы – это использование сочетания таких компонентов, как ультиматум трейд-групп и констант-форбут таймер. Причем таймер не привязан к потоку. Это позволило нам использовать один и тот же инструмент, один и тот же сценарий для подачи нагрузки, поиска максимума и стабильной нагрузки, меняя только параметры. И решение второй проблемы – это использование контейнера. Сбор метрик. Какие мы метрик собираем? Это системные метрики, собираем ключом с ROM, стандартные метрики CPU, memory, диск, сеть. Ключевые метрики собираем связкой G-метр, графан, инфлюкс, деби. Такие стандартные метрики – это количество потоков, общее количество ошибок, скорость подачи нагрузки, нагрузка по отдельным операциям и респонс тайм по транзакциям и так далее. Метрики для отчета собираем G-метром. Главным образом из-за проблемы, описанной далее. Проблема, которую мы тут выделяем, – это технические различия в сборе метрик. Что имеется в виду? Метрики из графана мы берем в качестве картинки. Метрики утилизации из ключа N-strom мы получаем G-соим объектом. Таблицы из графана мы получаем веб-драйвером, предварительно формируя эту табличку в графане. А табличку сравнения мы формируем библиотекой, написанной на Яве. Тут можно упомянуть, что мы таблицу сравнения, например, раньше формировали также G-метром, ой, графаной, графаной при помощи таймшифта и сравнивали там пять прошлых тестов. Ну и также опять брали веб-драйвером в отчет. Но потом решили все-таки вот так выбор проще сравнивать с библиотечкой своей. Так, и решение, соответственно, G-метр использовать как оркестровщик. Шестой этап – формирование отчета и хранение результатов. Проблема – это выбор способа хранения разнообразных форм результатов и выбор последовательности формирования отчета. Так, что тут имеется в виду? Выбор последовательности формирования отчета. Здесь имеется в виду, что насколько автоматизировать нам создание отчетов и в какой последовательности. То есть как выше вот было показано, у нас есть один дашборд. У нас также, забегая вперед, есть два отчета для бизнес-заказчика и для IT-команды. То есть если подходить к крайности, формировать отчет автоматом все сразу, то при какой-то ошибке, то есть мы выяснили, например, провели отчет, формировали кучу, вернее, провели тест, формировали кучу отчетов, а потом выясняем, что у нас была поразительная нагрузка на базу и, собственно, вот эти отчеты теперь вручную надо удалять. То есть тоже нехорошо. Решение первой проблемы – это разделение хранилища результатов Confluence, Zephyr, Jira. И решение второй проблемы – это в первую очередь автоматически формируем отчет в Confluence. Далее, если у нас удовлетворяет результат, ну, план инвалидности, запускаем формирование отчета в Zephyr и уже после формируем дашборд. То есть в итоге у нас в релизном цикле в Dashboard 1 отчет в Zephyr всех валидных тестов и отчет в Confluence любого теста. Так, протокол. Протокол нагрузочного тестирования. Как сделать протокол нагрузочного тестирования понятный для всех? Мы разделили наш отчет на две части. Это технический отчет для IT-команды и протокол для бизнес-заказчика. Для бизнес-заказчика кратенький протокол включает в себя Epic, тестовый прогон в Zephyr и баги. А технический отчет для IT-команды – это Epic, баги, профиль нагрузки, системные метрики, ключевые метрики, AVR-репорт. Ну и все, что еще нужно. Так, теперь пример этих отчетов. Первый пример – это пример технического отчета. В техническом отчете у нас, соответственно, есть время, когда мы проводили этот тест. Ссылка на все результаты на графану, полный отчет G-метра, если нужно посмотреть, наполнение BD по основным сущностям, версия бэков, AVR-отчеты. В данном случае у нас две AVR-ки, потому что две базы на тестовом контуре, и ISH-вьювер. Следующие примеры – это таблица по всем операциям. Таблица похожая на отчет G-метрии, но также она взята из графаны. То есть мы формируем это графане и берем драйвером вот эту большую табличку. И таблица сравнения результатов с предыдущим тестом и сравнения с требованием. То есть мы тут также подсвечиваем попали в требования, попали, относительно предыдущего теста, лучше, хуже, абсолютная дельта и относительная в процентах. Так, ну тут еще пример системная утилизация из ключ-анстрома и вот эти два графика из графаны. Стандартный график по респонзам, по отдельным транзакциям. И график сравнения по каждой операции, сформированные в графане, тоже при помощи таймшифта. Ну и нужно заметить, что графиков больше, это просто примеры, которые более такие. Так, и следующий, рассмотрим более подробно протокол для бизнес-заказчика. Протокол для бизнес-заказчика включает в себя три части. Это табличка согласующих, общая табличка результата теста и баги по данному релизу. Далее рассмотрим более подробно каждую часть. Таблица статус кейсов. В таблице представлены все бизнес-кейсы нашего прогона и разделена табличка на три части. Это результат теста, попытка и задача. То есть в результате теста это основные сведения по прохождению. То есть процентом отношения в абсолютном значении, количество пройденных шагов, количество зафейленных тестов, количество заблокированных и так далее. Вторая часть попыток мы не используем. У нас всегда одна попытка в прогоне. И задача это задача на данном релизе. То есть в данном случае у нас 16 багов и одна из них, которая уже закрыта. Так, и виджет третий в протоколе – это виджет незакрытых дефектов. То есть полный список дефектов. То есть видна тема, приоритет, статус и эпик. Ну, соответственно, она не клюкабельная. Так, подведем итоги. Первый итог. Проведение нагрузочного тестирования отличным от прода. Плюсы, минусы. Плюсы, которые мы выделяем, это сможем при таком подходе выявить в ходе теста чрезвычайные запросы в базе данных, запросы с неоптимальными планами, часто выполняемые запросы. Сможем выявить также ухудшение по целевым показателям системы и сможем по полученным результатам спрогнозировать быстродействие на проде. И относительно невысокая стоимость поддержки стенда. Ну, минусы тут, конечно, тоже есть. Это, чтобы научиться точно прогнозировать показатели на проде, пройдет некоторое время, и необходима полная, настолько полного мониторинга прода. Например, ключ-анстром, графана, ОЕМ. И высокая зависимость прогнозных оценок от изменений характеристик стенда. Следующий итог. Протокол нагрузочного тестирования для бизнес-заказчика. Плюсы. Не требуют специальных технических навыков для понимания контекста протокола. Без погружения в детали можно быстро оценить результаты нагрузочного тестирования, экономия времени команды IT-бизнес-заказчика и повышение прозрачности процесса тестирования для бизнес-заказчика. Минусы. Это для команды IT недостаточно. Информации для детального разбора проблем, зафиксированных в данном протоколе, и дополнительные затраты сотрудника на формирование этого протокола. И последний итог. Третий. Отчет нагрузочного тестирования для IT-команды. Плюсы. Информации достаточно для детального разбора командой зафиксированных проблем в протоколе. И информацию используем для прогнозирования показателей быстродействия на проде. Ну и минусы. Требуются специальные технические знания для понимания данного отчета. И без погружения в детали сложно оценить результаты нагрузочного тестирования. Спасибо за внимание. После проведения нагрузочного тестирования, когда эти дефекты поправят, вы потом повторно проводите еще раз нагрузочные? То есть команда не идет в прот, пока результаты не будут удовлетворять? Все зависит от приоритета дефекта. Ага, то есть от критичности. От критичности. И уже потом ребята решают идти с этими багами в прот? Ну, решает заказчик у нас, продуктов офис, да. Поняла. Спасибо большое. Да, здравствуйте. Хотелось бы уточнить, а вы изолируете как-то свои тесты? Ну, в плане того, что это, я так понимаю, не сценарные тесты, это конкретный сервис, и он может задействовать, затрагивать другие сервисы, да, слать сообщения в очередь, что-то еще. Есть какой-то мониторинг, да, после того, как не повлияла ли нагрузка на одного сервиса, на другой сервис, не сломала ли его? И как вы изолируете свои, то есть нагрузочные, ну, нагрузочные автотесты? Изолируем. Мы проводим НТ после автотестов. Это часть всего уже ночь. И в это время, если это будет днем, то мы пишем в канал стенда, что мы сейчас запустим НТ. Просьба ничего такого тяжелого не делать. Сами тесты, это, ну, на данном проекте у нас это бизнес-кейсы. То есть мы дергаем, то есть мы идем не снизу, API там мониторим, да, а мы идем сверху от бизнес-заказчика, от бизнес-кейсов. То есть у нас требование есть конкретное, что на открытый, там, создание продажи до такого-то шага у нас такое-то требование. Мы создаем бизнес-кейс, который вот много-много шажочков, и, собственно, вот это и есть бизнес-кейс у нас. Меня больше интересует именно тот момент, что сервис, который вы нагружаете, может повлиять на другой сервис и упасть совершенно на другой сервис в другом месте. Есть какой-то мониторинг, чтобы убедиться действительно, что в данном случае, что нагрузочное тестирование не сломает другой сервис? Ну, там, какой-то мониторинг стенда, автотесты после прогона нагрузки, что-нибудь такое? Ну, во-первых, у нас валидируется каждый шаг, то есть бизнес-кейсы, они зависят каждый шаг от предыдущего. Если что-то пойдет не так на первом шаге, мы уже дальше не уйдем. Во-вторых, мониторинг стенда также существует. Это системные метрики, это Кучанстром, бизнесовые, это Аграфана Инфлюкс, также Оракловые метрики, Oracle Enterprise Manager и ISH Viewer, но и АВР-ку также мы снимаем. То есть на каждом этапе это мониторинг есть. Но основной здесь валидация все-таки шагов. Если выполнится шаг следующий, то первый шаг успешен. Что? Токен, да, то есть у нас происходит в начале, ну, то есть там у нас следующий сценарий, у нас на каждый бизнес-кейс у нас отдельная катушка, ну, вот это ультиматум трейдгрупп. Сначала запускается контроллер, который запускается один раз, он как раз авторизуется, передает токен дальше сессию и проходит уже зацикливание вот этого пользователя. Ну, там их много. То есть у нас, получается, мы рассчитываем, сколько пользователей должно быть, ну и вот на количество этих пользователей запускаем процессы. В каждом, то есть каждый бизнес-кейс, у него есть конкретная нагрузка, независимая от других. Вот, то есть получается, если нужно, ну, например, создание продажи, там, первый кейс или создание обращения, то мы запускаем поочередно, ну, с каким-то пейсингом, запуска, там, 60-ти пользователей, например, или там больше, и вот эти пользователи потом, ну, шпарят, там, в течение часа или там сколько-то тестов. Здравствуйте. Во-первых, спасибо за доклад. Меня зовут Кеша, я из компании 42. И вопрос, на самом деле, мне кажется, что я прослушал, но все же начну с первого. Баги заводят на основе результатов кто? В итоге. Вы, да, то есть непосредственно нагрузчики, те, кто занимается нагрузочным тестированием. Принято. Второй вопрос. Запросы высокой стоимости. Как, что это значит? Запросы высокой стоимости мы смотрим АВР отчетом. Скорее, по-другому. Я, поскольку не в контексте именно нагрузки, ну, я нагрузку только, в принципе, краем глаза видел и хотел бы в нее погрузиться, поэтому спрашиваю, что значит запрос высокой стоимости, ну, концептуально. Ну, что за понятие? Каждый запрос в базе, у нас сейчас Oracle пока, выполняется по определенному плану. Каждый план чего-то стоит. Стоит. Стоит, ну, то есть он... В электричестве, в долларах. Выполняется долго, быстро. По времени. Стоимость по времени. Да. Ну, пусть так. Ладно, видимо, это на этот домашнее задание мне будет. Когда вы говорите профиль, что вы имеете в виду? Профиль – это количество, во-первых, те бизнес-кейсы, которые должны быть включены в наш сценарий. Во-вторых, уровень нагрузки по каждому бизнес-кейсу. То есть в итоге у нас должно быть, во-первых, совпасть распределение по конечным вызовам с тем, что происходит на проде, и соотноситься с требованием, к нашим требованиям, основным, так называемым, нефаром. Принято. Простите за такой блиц идеи. Я действительно хочу для себя просто... Я еще раз пересмотрю и как с поправками на ветер для понимания. Следующий вопрос, он уже скорее про идею. Почему не гатлинг в итоге? Нет компетенции, как вы назвали, или что-то иное? Ну, с гатлингом была компетенция, она есть, но у нас, получается, G-метр пришел 3 года назад, у нас уже есть какой-то был сценарий на нем, и мы рассматривали любые другие системы в контексте G-метр или что-то. То есть мы очень сильно смотрели на лот-раннер в телефон-центре, но в итоге отказались. Гатлингом, ну, вот у меня компетенции нет, но у нас коллега очень плотно с ним занимался, он сразу сказал нет. Ну, собственно, я и был не против. Ну, там из-за скалы или из-за чего? Из-за скалы, во-первых, да. То есть нам нужно было переписывать тогда сценарий начальный. Вот как раз мы в Яндекс-Санске использовали попробовать, там мало телодвижений, движок все равно на G-метре. Мы просто переписали этот E-mail, этот запуск, контейнер присобрали и попробовали. Спасибо. И скажите, еще один момент, я простите, что мучаю. Ранее, то есть на некоторых, на каком-то из докладов я слышал, что какие-то компании практикуют отрезание части мощности с прода, когда все спят, подключение к тесту и проведение нагрузочного тестирования. Почему это нереализуемо в ваших условиях? Информационная безопасность против. Тут как бы мы тоже думали о варианте, например, нагрузочный тестирование на проде проводить, например, когда пользователей практически нет. Информационная безопасность сказала нет. Как бы там персональные данные, как бы с этим надо быть поаккуратнее. То есть поэтому нет. Спасибо большое за ответы. Дмитрий, Дмитрий, спасибо. Отличный доклад. У меня вопрос. А насколько вообще релевантны вот те значения, которые вы получаете на тестовом стамике и на проде? Условно говоря, ладно, профиль обнаружили, да, вот такая нагрузка. Вы ее здесь воспроизводите. Она, допустим, вам дает не те там RPS, например, или там не тот уровень. Или там, условно говоря, другой корнеркейс, да. Вот вы там 60 пользователей, я услышал, а очередь забивается на 80 пользователей. Это цифра с потолка. Я понимаю. А стенд у вас выводит только 60, а она начинает только с 80. Ну, это не от хорошей жизни. То есть мы вот как раз доклад, что мы используем. Мне интересно, как вы это матчите между собой. Как релевантность. То есть, во-первых, конечно, лучший вариант, если нам дадут такой же стенд, как на прод, примерно. Его нет. Его нет, да. То есть мы, что мы можем сделать? Вот как раз стоимость этих запросов посмотреть, это не зависит от стенда, ну, почти. То есть мы можем сказать, это плохое или не, это хорошее. Мы можем сравнить с прошлым прогоном такого же профиля, но на другой версии. Ухудшило, значит, точно на проде ухудшится, насколько-то да. Вот. Ну, и мы дополнительно сравниваем с требованиями. То есть некоторые бизнес-кейсы у нас все равно проходят даже на этом тесте, стенде. А, некоторые, ну, они хуже. Но мы это как бы имеем в виду, что все-таки это стенд другой. Ну, а если он… И это, кстати, влияет на те баги, которые мы заводим. То есть если мы получили ухудшение по предыдущему состоянию, но мы укладываемся по NFR, то мы, возможно, заведем багу уже меньше приоритетом. А если мы и там, и там уже красные, то мы уже повышаем приоритет. А подскажите, стенд физический или виртуальный? Еще? Стенд физический или виртуальный? Физический. Физический, да, то есть физический. А еще там я видел на слайдике было такое замечание, что он, в принципе, недорогой. Поразительная нагрузка. Почему вы себе не создадите отдельный стенд? Ну, все относительно. То есть он недорогой, это относительно прода. Ну, окей, я понял. У нас есть виртуалки, которые поднимаются просто так, но на них как бы совсем не понятно, как сравнивать. А этот стенд хоть более-менее имеет мощности. Ну, то есть даже у него две базы. И, ну, хоть можно с чем-то сравнивать. То есть вот так вот. То есть, условно говоря, вы сравниваете тестовый стенд с тестовым стендом, беря профиль с продукта. То есть вот такой у вас кинем. Да. Окей. А какой у вас диф, когда вы красненьким делаете этот тест? У нас есть пороговые допустимые значения. То есть если ниже, то уже. Ну, смотрите, если ниже, ну, если мы укладываемся в допустимые значения, мы, в принципе, ну, не заводим дефект. Если мы находимся между пороговыми и допустимыми, там обычно там средние либо низкие, да, дефекты. Если у нас превышение, получается, пороговых значений, дальше мы смотрим, это либо критический дефект, либо блокер. Еще отвечу, смотрите, насчет, там, сравнения. Тут важный момент. Я вот говорил, нужно, вот мы каждый раз после того, как ставим релиз, мы смотрим, как бы, как изменились, да, там, показатели быстродействия. Ну, то есть мы учимся каждый раз, вот, мы все лучше и лучше с каждым релизом прогнозируем. То есть мы вот эти все зависимости, там, опытным путем вычисляем. Сразу, конечно, сходу не получится, как бы, ну... То есть нет, да, коэффициента, там, по одному кейсу такой, по-другому такой и так далее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!